здравствуйте друзья добрый вечер вопрос вот большой такой идти на целую страничку вопрос георгий 29 лет город казань окончил аграрный университет по специальности зоо инженер всю осознать свою сознательную жизнь мечтала поездки в европу а именно по учебе или работе с целью поступил в аграрный университет так как именно в этом учебном заведении была возможность осуществить мою мечту там развитый отдел международных отношений плюс нравится сельское хозяйство и жизнь в деревне наконец моя мечта осуществилась и после многочисленных отборов я попал на прохождение преддипломные практики в германии вернувшись домой мое желание поехать уже на работу в европу только усилилось и не долго думая я оформил академический отпуск и уехал работать в данию уже на год как просто у них смотри за это время очень хорошо выучил английский влюбился в скандинавию с такой силой что уже не думал о работе в россии в будущем закончилось время контракта вернулся домой завершил обучение получил диплом родители и все мое окружение на тот момент твердили одно не стоит те никуда ехать хватит разъездов нужна стабильность где родился там пригодился и все в этом духе решил попробовать поработать дома также в сельхоз отрасли проработал три года но себя-то не обманешь я люблю россию мой дом но мне с моей ментальностью очень трудно находиться в российском обществе жизнь в россии это каждый день битва сражение с системой нехорошими людьми и так далее трудно в результате своими силами нашел рабочий контракт в швеции начал чувствовать в швеции работа на сельхозпредприятии молочная ферма проработав не полных два года начал чувствовать значительное ухудшение самочувствия о как пришло все к тому что я просто напросто свалился на рабочем месте интенсивный физический труд дал о себе знать с обидой и злостью на все происходящее был вынужден вернуться домой в начале декабря 2015 после обследования было строго-настрого запрещено работать с животными и в сельхоз в целом сердце я честно говоря специфики не очень знаю но а что сердце ну ну хорошо то есть может быть там таскать что-то надо у него сердце слабое я не знаю ничего страшного жить буду но все мои планы рухнули в один момент что делать чем заниматься помимо сельского хозяйства меня всегда интересовало айти читаю литературу статьи интересуюсь новинками смотрю ваш канал но глубоко в эту тему никогда не погружался я пришел к мысли что может не случайно все так случилось со мной может это и есть то направление где я по-настоящему смогу раскрыться и сделать карьеру по-прежнему мечтаю работать в скандинавии но не знаю с чего начать пройти обучение в российской федерации курсы второе высшее затем поработать какое-то время на родине и попробовать по рабочей визе найти работу в скандинавии или же сразу стараться поступить но уже там еще мучает вопрос чего начать михаил извините что так долго старался ничего не упустить описать ситуацию в целом буду рад вашему совету спасибо с уважением георгий ну что давайте мы двинемся и по дороге поговорим ну что же друзья давайте мы начнем вот с чего что все-таки существенно что парень жив-здоров так и что может быть какие-то виды труда ему не рекомендованы но какие-то другие как бы он вполне может делать и это уже большое дело понимаете бывает люди какую-то инфекцию цепляют и она там всю жизнь гложет и страшное дело то есть по сравнению с тем что в принципе могло случиться такая ерунда он отделался малостью и в общем то может быть даже окажется что он ничего не потерял первое второе надо давайте ценить то что есть вот я бы так сказал как бы слава богу там и руки и ноги и в целом ничего молодец теперь а значит он айти ну нормально айти тестирование да неплохой вариант в том смысле что можно быстро заскочить не не имеется в виду что нужно всю жизнь в тестировании быть не имеется в виду что дальше ручного тестирования ему идти не надо но он еще и в казани живет что в общем то тоже не такое плохое место там есть работа я периодически с людьми из казани разговаривают они приезжают она там в казани работал тестером а сейчас приезжает в америку там работу ищет просит резюме посмотреть и так далее то есть я из того что слышал вот если люди с которыми сталкивался я пришел к мнению что там как бы очень очень нормально с работой вот тем более уже парень взрослый и образование у него есть и поработал и английский знает это это на самом деле все до кучи очень даже неплохо значит что касается образования и работы и перемещение в сторону скандинавии чтобы я сказал образование получать надо но это не обязательно сначала получать образование а потом работать вот это как раз так вот такого нет значит он может пойти на курсы по учиться тестированию но самое главное это не то чему его на курсах научат хотя это существенно но при этом он должен книжек начитаться он там должен в проектах поучаствовать он там может быть где-то в каких-то там проектах поучаствует там где денежку может быть даже какую-то маленькую платят таким консалтером там фрилансером и вот и значит искать работу и и там уже не так важно сколько там на старт положат там это не существенно существенно заниматься серьезные вещами по возможности поэтому когда он начнет работать он должен будет сфокусироваться на изучении чего-то более серьезно это могут быть языки программирования например чтобы потихонечку перебраться в автоматическое в автоматизированное тестирование а там это то есть вот туда автоматизацию с языками с инструментами автоматизации там специальными может быть и так далее и вот туда двигаться и параллельно почему нет мы можем день там поступить на программу для людей с высшим образованием пусть это будет заочно это вас никто не осудит с точки зрения получения рабочей визы вот в сша например там несущественно было это было это образование заочное или очное это не важно поэтому я бы так шел я абсолютно ничего не знаю о таких вот программах профессиональных в скандинавии например или в германии но я знаю что какие то есть на этот счет и поэтому может быть там и не нужно иметь высшее образование именно по компьютер-сайенс может быть он поработав всего годик всего годик по специальности уже найдет себе какую-нибудь там программу или может быть опять там при университете но так что там пол половины времени работаешь половина времени значит учишься и так далее то есть я я считаю что казань совершенно замечательное место для того чтобы начать я бы так сказал конечно тут немножко получается накладка возрастная но не то чтобы она как-то по-серьезному но все-таки когда парню 29 лет если еще несколько лет у него там уходит на то чтобы куда-то поехать я не знаю но вну девушка должна была бы появиться да ну или могла бы быть я не знаю ну как то так обычно возникает девушка возникает там любовь отношения семья дети там и так далее он конечно может быть очень георгий да зовут парня значит он может быть очень сфокусирован на том чтобы значит найти работу и перебраться куда-то вот так там на запад скандинавию в германию там еще куда-то его может быть не до семьи не до отношений там это это бывает это зависит конечно насколько сильно он сконцентрированный остаются ли силы на что-то другое или может ли он себе позволить что-то другое там усилиями воли он себя держит там там и все ну в общем неплохо быть дома понимаете тем более ему же нравится страна ему нравится он отношения с людьми конечно это тяжелая штука но я хочу сказать что все таки оказавшись войти индустрии он окажется в другой системе отношений между людьми там по-другому это не то же самое что на там сельскохозяйственной ферме какой-то или там на большом пищевом производстве или каком-то другом производстве все-таки у айтишников от наши взаимоотношения отношения другие более такие ну назовем западные более более душевные человеческие более открытые менее формальные и так далее поэтому я бы так сказал то есть я считаю что в данном случае вот у георгия ключевым моментом в этом его вопросе в этой его истории ключевым моментом является вот это его детерминированность понимаете его сфокусированность вот на этом пути вот туда айти киуэй с переездом с переходом там на жизнь западной европе и все остальное это инструментарий это как он это делает эти инструмент подберется как только задача есть под нее подбирается инструмент это может быть через учебу это может быть через работу это может быть с получением там высшего образования или не получением высшего образования по айти это миллион всего там может быть знаете это может быть через знакомых или через агентство это может в какой-то момент оказаться что из сша например и так далее мы не мы не знаем я я бы сказал со своей стороны что есть такая ниша вот скажем в америке мы бы точно если бы с ним вот обсуждали это здесь на местности мы мы с ним точно по этой нише хорошенько бы прошлись есть такая ниша как тестирование для организаций которые так или иначе вот обвлечены в фармацевтическую индустрию вот туда о отрасль фармацевтия биология микробиология биохимия вот вот туда и там человек со знаниями профессиональными в этой области необходим для того чтобы заниматься тестированием вот у нас есть ребята довольно много их там работает есть такая компания бить и вы можете пойти бить как бил а иди как не знаю кто док вот биди . ком бексон диккенсон очень очень известная крупная большая компания чего не только не делают и вот у них там пожалуйста народ тестирует они не знают это тестирование они это называют валидейшн софтвор болидейшн но это не выделать не в названии но просто что я хочу сказать что вот это вот область тестирования под регулейшн вот такие как food and drag administration сша fda значит наверно в европе она как-то еще по-другому называется но нужен человек который тестирует софтвор которым пользуется в лабораториях исследовательских которые пользуются в медицинских офисах которым пользуются при производстве учете распределение там скажем лекарственных препаратов или кормов каких-то я я не знаю чего там на свете но там очень много софтвера то есть может быть ему тогда вообще там годик поработал и то что он профессионально работал там вот они опыт там в зоологии там не знаю как правильно назвать ну да значит его может быть такая такая будет комбинация убойная пойти иди найди там норвежцы или там датчанина который вот так себе скомбинировал и одно и второе еще английский еще глаза горят понимаете поэтому я считаю что парень в целом очень хорошие позиции находит он спозиционирован мощно в этом существенно то что он мотивирован безусловно это очень существенно но это чего он уже добился тоже очень важно понимаете он он уже расстался со своей зоологии и сельским хозяйством это это не безумно важно потому что люди очень мучаются он вроде понимает что надо бы поменять например там или что-то а и вроде бы там перспективнее но он уже тут уже двумя ногами тут уже там что-то зарабатывает уже чего-то добился и как трудно что-то поменять когда ты чего-то добился вот надо из этого уйти в неизвестно чего а когда у тебя оторвалась ниточка вот совсем другое дело ты освободился ты отпустил оно больше над тобой не давляет у тебя все мозги вся энергетика твоя все все в этом направлении ли он любую стенку прошибет вот мне так кажется из того что я читал вот я думаю что ребят которые слушали письмо внимательно они со мной согласятся что мы в лице георгия имеем человека который систематически последовательно добивается тех результатов которых он хотел мать он хотел поступить вот из тут этого профиля он поступил он хотел попасть на работу там куда-то он поехал в германию он нашлась программа потом он работа в швеции на сам себе нашел эти чек идет сам себе находит тут сам себе находит там где-то ему помогают найти но он находит тех кто помогает найти то есть он и он имеет такой хороший рекорд вы в том чтобы добиваться поставленных целей может быть не глобальных но промежуточных вот у него все промежуточные цели какие были он их всех добился и цепочка этих промежуточных целей приведет его глобально как как же друг у него варианта другого нет поэтому не так важно как как это все произойдет он на самом деле он может там взять послушать там я не знаю мой курс там на русском языке по тестированию например у него это займет ну 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 две недели вот и возьмет напишет резюме и пойдет его может быть уже с этого возьмут на работу но просто потому что вот интересный парень надо на него посмотреть он придет понравится и и у него история хорошая ему говорят а чего ты в тестеры он говорит мужики я всегда хотел быть войти но вот эта сельскохозяйственная линия она меня очень привлекала это я действительно самореализовывался в этом но поскольку вот вышло так что мне теперь противопоказано и я спрашиваю себя если еще какая-то область в которой я могу гореть светиться рваться и как бы там ну превратиться в кого-то кто вот как у нас год make the difference до чтобы я горел этим делом и я говорю это идти и почему тестирование потому что но вот люди советуют что как бы такой черный ход вот вы можете на меня сослаться я когда написал я когда набирал первую группу в портнов компьютерского я написал статью чтобы студентов привлечь в местную русскую газету и у меня эта статья называлась черный ход в силиконовую долину потому что тестирование действительно является эдаким черным ходом понимаете особенно для когда те не 18 лет а допустим 29 и вас очень хорошо поймут вы люди скажут да это наш парень он идет в бой он он там не это самое не прячется за дерево он вышел и пошел в стыковую он серьезные вопросы в жизни решает пойти вы может быть через два месяца уже работать будете через месяц то есть я не удивлюсь если это произойдет вы можете сказать я учился по книжке я слушал курс там в интернете я сейчас беру там онлайн его беру там курсы по пайтону я сейчас хожу живьем тут на курсы там при госуниверситете хожу на курсы по я не знаю там чего по джаве и так далее и и вас за это возьмут то есть может быть много денег не дадут так много и не надо начни начните эти когда когда ты идешь на первую работу это думаешь не о том что к тебе сейчас заплатит а думаешь о том что пройдет пару лет и тогда получишь все что все что в состоянии получить и на самом деле может быть уже даже не в этой стране а в другой если вы захотите к этому времени быть в другой а а может быть и захотите поехать в москву или в питер не знаю а может быть во львов захотите я вот смотрю сейчас открываются в украине так много предприятий российских и зарубежных филиалы вот под грядущую эту интеграцию европейскую под низкий уровень зарплат которые там вот как бы ну выгодно то есть страшное дело что творится мы не знаем вы не знаете где вы окажетесь вы открытые вы может быть вам вы поймете что во львове вам гораздо приятнее чем там в норвегии я не знаю вот девушка хорошую встретить значит наверное я так уже с разных сторон это дело засветил но в общем то и и работать надо то есть учиться замечательно но надо учиться и работать они учиться учиться и учиться давайте и неизвестно когда работать вот сначала работать потом учиться ну то есть немножко поучился пошел поработал знаете как в чем разница между хорошим человеком и плохим хороший человек он поговорил пока и выпил поговорил поговорил и выпил вот вот и вы так значит а плохой только говорил 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 значит вот и вы так поработал получился поработал получился поработал получился а плохой человек он все учился 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 так и не не стал работника вот наверное и Такое саммари Нашей сегодняшней истории Я с вами, друзья, прощаюсь До скорых встреч